Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Алексей Чопа. И сегодня у меня в гостях уже второй раз журналист, китай-вет Павел Мартынов. Приветствую, товарищи! Нашей встречи прошло уже где-то месяца 4, наверное, и события, которые происходили за это время в Китае, они у всех, так сказать, на слуху, это такие события мирового масштаба. Что ты можешь как-то экспромтом так, что изменилось, что можно сказать об этих событиях вообще о Китае? Да, конечно, могу. Я так с лета пока больше в Китае не был, но продолжаю следить по работе, вот то, что для накануне РУ Новости перевожу, и как раз про эпидемию тоже в эксперте большая статья вышла, там пара абзацев-то не делал, вот, и готов всем этим сейчас поделиться. Здорово! Итак, первый вопрос задает Полина Кошкина. Здравствуйте, Павел! Что пишут в официальных СМИ Китая о коронавирусе? Здравствуйте, Полина! Да, действительно, коронавирус такая, эпидемия коронавируса такая тема, которая затронула каждого китайца, все на карантине, ну и тема, разумеется, самая обсуждаемая и в официальных СМИ, и в блогах, где угодно, в официальных СМИ даже отдельная вкладочка появилась, ну вот, где новости там внутри страны, зарубежные, спорт, культура, и отдельно появилась рубрика эпидемия, борьба с эпидемией. Каждый день публикуются сводки по количеству заболевших, выдоровевших. Очень много внимания уделяется тем, кто как боролся, продолжает бороться с эпидемией, врачи, армия, милиция. Вот, опять же, были случаи многократные нарушения и карантина, и, например, с завозом продуктов, с спекуляцией, со средствами индивидуальной защиты, с дезинфекцией, все происходит, освещается очень активно. Вот, если по частностям, по каким-то, то что можно сказать? Большая статья была, но причем даже не в основных, там не в Жене, Жебау, не в Сихо, даже в какой-то финансовой газете, например, про рынок. И очень интересно, ну, рынок морепродуктов Южной Китая, в Ухане, с которого, как считается, все началось. Тут есть даже место отражения, например, роли капиталистического уклада во всем происходящем. В общем, Ухань большой город такой, он сросся из трех городов в свое время, одним из которых был Хайкоу. Вот, и в этом городе Хайкоу есть железнодорожный вокзал, и меньше, чем в километре от него гигантский просто рынок. Там половина фрукты, овощи продаются, вот, а на другой половине морепродукты. То есть, самые различные, что-то несколько футбольных полей территория этого рынка в совокупности занимается. И вот у этого самого рынка есть собственник Юй Чжо Шен, по-моему. Ну, в общем, человек по фамилии Юй. И у него такая интересная биография, то есть, как сообщают, он работал строителем в свое время, и затем вот с началом реформ в строительном бизнесе сначала развивался, потом заработал денег и, в общем, стал контролировать строительство павильонов этого рынка и парковку. Затем у него бизнес-империя разрасталась, разрасталась. Он на несколько предприятий поделил все происходящее, раздал детям, обменялся акциями, женил детей на чиновниках. Сам сожительствовал, значит, с тетушкой, забыл ее фамилию. Но она, в общем, и депутатом была собрания народных представителей. То есть, вот, срос, срастил, как правильно сказать, свою бизнес-империю с чиновничеством вроде как. И там, значит, что происходило? Вот в этих павильонах огромных с морепродуктами по всяким темным углам торговали дикими животными. Это полностью запретили вот только сейчас из-за эпидемии. Раньше то ли не было такого торгового запрета, но полуподпольно это все делалось. Под заказ привозили их в клетках, выставляли. Там можно было приходить, забирать. Ну, а как эти животные уже с собой взаимодействовали? Там кусали, дышали, что только там не происходило. Есть вероятность, что вирус начался там. Ну, собственно, сами китайские власти еще 30 декабря закрыли его, значит, на дезинфекцию. А в сентябре, в сентябре или в октябре, точно уже не вспомню, проходила проверка как раз по поводу контроля дикими животными. И она волшебнейшим образом никаких нарушений не выявила. Значит, что можно сказать про самого Юя? Он сейчас, по сведениям вот этой газеты, живет где-то за границей и в игры азартные играют. В общем, ну, хорошо себя чувствует. И никаких зацепок, чтобы его привлечь, пока не могут найти. Вот, хотя и считается, ну, основным собственником. Вот, очень сложный клубок вот этих отношений, в которых не найти крайних. Значит, и что, вот рынок закрыт, пока не открыт, по-моему. Ну, и так никого не преследует, и новая волна конспирологии сейчас уже пошла, будто это американцы как-то то ли распылили, то ли занесли с военными. Ну, с одной стороны, тоже я скептически отношусь, например, лично к версии биологического оружия. С другой стороны, пока следствие и суд не разобрали. Но вот американцы, такая удобная версия. С одной стороны, значит, спецслужбы не доработали, с другой, как бы и обвинять никого. Вот это будет очень опасно, если все-таки не найдут виновных. Опять же, если американцы распылили, зачем было торговлю дикими животными запрещать, если она ни при чем. Вот такие темные места остаются. Павел, а вот торговля, получается, дикими животными, это прям какой-то выгодный бизнес получался, так? Довольно выгодный. Вот если они редкие животные, они могут просто астрономических сумм стоить. А их продавали только с какой целью? То есть на еду, для еды. Причем тоже есть... Редкие животные для еды? Редкие животные, дикие животные. Например, дикие петучие мыши, они китайцами поедаются традиционно, не только китайцами, кстати говоря. В Азии вообще довольно популярная вещь. И они продавались, я на некоторых ценах видел, 3,5 юаня за штук, у них будет 35 рублей. Но их по-многу, у них всякие композиции составляют, поедали его. Ну, у нас, например, на Алтае очень часто туристы новосибирские почти каждый год, каждое лето приезжают, едят сырую медвежатину, как деликатес, подхватывают этот трихинеллез. То есть личинки трихинелла из медвежьего мяса заводятся между костями и мысами. Но благо, вот он не заразный. А тут этот коронавирус, он источником ОРДИИ служит. И такие вот дела, что он широко распространяется. Да, и вот этот момент еще, что как бы Юй, ладно, там сам по себе капиталист, нехороший человек, но вот этот рынок морепродуктовый потенциально опасный получается. Похучий как минимум. Он вот в километре оказался от ЖД вокзала Ганькоу, который в самом центре Китая находится на пересечении торговых путей. И, соответственно, вот семеро заболевших были там, на рынке первые, которых еще в декабре прошлого года нашли. Они кого-то заразились. И плюс это все пришлось на дни перед Новым годом китайским. Это самая большая вообще миграция единовременная на планете людей. Вот все они проходят через этот вокзал. Поездные бригады, например, вот Хэйунзян, провинция, которая на самом севере Китая, пограниченная с нашим Амуром, Дальним Востоком, с Хабаровским краем, там был большой центр заражения, как раз говорят, потому что вот этот поезд Ханькоу-Цуйхва ходил в этот самый Хэйунзян, и по пути люди заражались, заражались, вот, и зараза разнесалась, а кто эти разрешения дал, почему рынок так долго за городом был. Вот тут много всяких вопросов, которые настихиевывают американцы. Со всеми вот этими событиями, которые вот ты описал, и связывают такие конспирологические версии, вот, как распространение биологического оружия, то есть очень много совпадений именно в плане удобности заразить как можно больше человек, чтобы именно вот это как эпидемия возникла. Да, да, ну, во-первых... А, по сути, это просто жажда наживы, такая, как бы, господина Юя. Получается. То есть это как бизнес, который привел к этому. Ну, то есть даже господина Юя сейчас до суда обвинять дело не наше. Ну, вот такие факты, что рынок существовал почти в центре города, недалеко от вокзала, кто-то на это, на все давал разрешение, закрывал глаза на проверки. То есть и коррупции. Да, ситуация такая, что, опять же, да, вот в Ухане уже находится институт вирусологии еще с 1996 года, давно вот все говорят, что там какая-то утечка была, другие говорят, что не могло быть утечки, потому что там принимаются меры специальные. Ну, вот у нас под Новосибирском, например, Наукоград, Кольцово есть, где предприятие Вектор, которое вирусами занимается. И оно не так далеко от Академгородка, где я учился. И там всякие байки ходили. Не знаю, насколько правдивые, что в 90-е там у кого-то родственники этих кроликов подопытных забирали на еду, соответственно. Вот. Не получается ни тех, которые уже были инфицированы, потому что там строгий учет. Ну, вот когда их приводят, там была возможность их похитить. А Уханьский институт этот, он в том числе и с коронавирусами, и с летучими мышами работал. Вот. Я не знаю, скорее, если такие версии конспирологические допускать, то там не из пробирки, не порошок какой-то распыляли. А если кто-то изнажил вдруг этих животных, правда, решил тоже. Не знаю, насколько это возможно. Но вот факт такой, что рынок, то есть достоверно известно, что центр эпидемии все-таки Ухань, где вот она распространилась. Первый случай на рынке, и этот рынок, вот, да, он работал с нарушениями. Либо, если это не нарушение, то не дописаны были регламенты, что в итоге и привело. Вот. Опять же, вот гриппы всякие, они бывают птичьи, бывают свиные. Ну, а так получилось, что в данном случае вот летущей машиной на Ближнем Востоке отверблежательно передавался. То есть я бы такой конспирологии искать не стал. Это в любом случае уводит от поиска виновных конкретных. Ну, вот от себя хочу спросить. Сегодня просто как раз смотрел новости, и вот коронавирус добрался на до Нью-Йорка, и достаточно там активно распространяется. И правительство, насколько я понял, озвучило предписание для заразившихся жителей Нью-Йорка. Предписание звучит таким образом, что заразившиеся должны самоизонироваться. То есть это вот уровень принятых мер, да, по борьбе с эпидемией. Вот в Китае есть что-то, что не озвучивалось, например, в средствах массовой информации? Ну вот, если опять же о СМИ говорить, то там есть китайцы в четыре, по-моему, уровня чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. И они в каждом регионе раз за разом, вот, начиная от Ухани, и так постепенно по всей стране начинали вводить от второго, и потом довольно быстро на первый, самый наивысший перешли. И, соответственно, где, в каком регионе это объявлялось, тоже новости выходили, как раз информировали, что нельзя покидать там карантинную зону, за это ответственность вплоть до уголовной. Такие-таки это меры. Ну, кстати, интересное тоже было положение, что на чиновников, на партийных функционеров обязанность возлагается обеспечить гарантии рыночного предложения. То есть такой момент они... Кстати, Германия тоже буквально вчера или сегодня допустила национализацию какой-то промышленности. Китайцы так далеко даже не зашли, но вот чиновники, партийцы, они обязаны были следить за ценами и следить, чтобы они не повышались, например, чтобы доставка... Насколько справляется другой вопрос. Вот. И о недостатках работы больше тоже в соцсетях, в блогах, чем в официальной прессе. Но, тем не менее, вот такая работа есть. И, да, население активно информируется на всякие языки народов КНР, инструкции переводили, всякие ролики, песни народные про профилактику записывали. Очень много такого распространяли. Ну ладно, тогда отойдем от темы коронавируса и больше от политики, наверное. Да, да. Ну, вкратце, только завершить еще такой момент, что вот за рубежом Китай обвиняли, причем по самым разным мнениям, что у них здравоохранение плохое, неправильное. Второе, что злые коммунисты, значит, лишь бы экономику как-то ограничить, там, увеличить власть Цзиньпина, и они из-за этого вводят карантин. А нет бы людям дать обычным гриппом переболеть. А сейчас мы видим, что происходит в Европе, в той же Америке, в Италии уже говорят, тех, кого нет возможности спастись. Ну, как вот, дословно, как же они говорили, как медицина во время боевых действий. То есть смотришь, кого можно спасти, того спасаешь, а кого нельзя, то, соответственно, нет. А китайцы, да, все-таки, во-первых, пока лекарства нет, вакцины, единственная жесткая мера карантин. Собственно, Северная Корея закрылась еще 22 января. У них из-за санкций волн и так нету, источников валюты, внешней торговли, туризм оставался. И они его очень быстро сразу же закрыли, потому что, ну, понятно, ты или теряешь доходы от туризма сейчас, либо оставляешь, и потом тратишь эти деньги или еще больше на лечение, у тебя непонятно вообще, какие последствия. Редкая вообще сейчас в мире страна, где вообще заболевших нет. Это такая, да, как раз. Вот. Тогда давайте, да, отопределили. Да, и как раз задает вопросы, несколько вопросов. Наталья Паук. Как возникла форма предприятий, управляемых ЦК, и форма предприятий, управляемых местными органами партии? Да, Наталья отдельный привет. У нее на страничке в ВК она тоже собирает китайские новости, как раз под этой же призмой относительно строя, экономики. Вот не знаю, ведет ли она исследовательскую работу какую-то, но... Приводит очень много статей. Да, 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 погружена. Вот. Возможно, даже больше мы его об этом знают. Ну, вот из того, что... Сейчас посмотрел, что так рассказать легко, доступно. Насколько я понял, эта форма собственности возникла в 90-е годы. Как раз Китай в ту пору переориентировался, ну, уже и до этого переориентировался, но 90-е, вот после тянеменских событий, Дэн Сиопин уже тот вариант, как экономического уклада сформулировал, который фактически до нашего времени действует. Вот. Как раз было подтверждено, что предприятия в Китае работают все-таки для прибыли. Вот закон стоимости начал действовать в полном объеме, что ли, в китайской экономике. И стала возможность... То есть проблема нерентабельности государственных предприятий. Примерно две трети их оказались нерентабельными, несли убытки. Надо было с этим что-то делать. Вот. У нас известно, что сделали. Значит, это... Акционирование, приватизация, эффективные собственники, каждый проданный завод, забитый в крышку капитализма. Вот, китайцы перешли к такой форме, что предприятие работает, да, по рыночным законам, но инвестор у него госсовет, правительство и какие-то министерства. Вот. Либо на... Вот это на втором уровне, то, что связано с каким-то локальным регионом, там местные партийные органы. Вот. То есть, предприятия работают, да, с прибылью, да, на рынок, но им денег дают не капиталисты, а ковидство, собственно, вот сейчас простого выписал, чтобы не допустить, не ошибиться. Три особенности еще у таких предприятий. Во-первых, у них финансирование проходит отдельной строкой в Минфине, отдельно прописаны трудовые отношения в Министерстве трудовых ресурсов и социообеспечения. Ну, вот это то, о чем говорилось, что в Китае только недавно ввели всеобщую пенсионную систему, вот, а до этого пенсионное здравоохранение, вот это все было у госпредприятий, вероятно, вот отдельной строкой также вот у этих предприятий двойного подчинения. И специально прописывается роль этих предприятий в реализации государственных программ. Следующий вопрос от Натальи же. Находятся ли такие предприятия под угрозой приватизации? Вот, с ними происходит реформа дальнейшая. Но относительно приватизации приватизировали нефтянку, например, разрешили в ней даже доли иностранного капитала не так давно, в начале этого года. Но я, признаться, не разобрался, где там нефтянки как что подчиняется, что именно там под контроль иностранных инвесторов перешло или не перешло еще. Вот, эти сами предприятия, в них в 19-м году были в большинстве созданы советы директоров, то тоже как бы еще пока не очень понятно, кто именно там директора. Вот, но не исключено, не исключено, что Китаем вообще роль рынка все-таки расширяет в перераспределении ресурсов и возможно как-то ну все-таки будет акционирование, да, но полной приватизации по-моему речи не идет все равно по нашему образцу. Ну, я слышал то, что сейчас по-моему принят какой-то закон о приватизации в Китае, что будет приватизация предприятий, но с долей акций 50 процентов и одна акция по-моему или 51 процент будут доставаться у государства. Да-да, просто вот есть госпредприятия, есть вот эти двойного подчинения и там надо просто по самим этим конкретным предприятиям смотреть, что и как. Вот отдельная просто большая работа. Ну и все опять же рассказывает сейчас в данном формате наверное утяжелило бы только. Вот еще кстати интересно вечно в апреле тоже прошлого года было создано гидроэнергетическое подразделение народной вооруженной полиции, то есть получаются какие-то гидроэлектро станции там под контролем фактически Росгвардии войск МВД вот такой структуры такая страна у них форма собственности возникла. так ну и что это за предприятия по отраслям? да 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 вот по отраслям сами китайцы четыре категории выделяют это промышленные предприятия их 96 с разной промышленностью тоже не будем пока перечислять вот и они находятся в управлении государственным имуществом госсовета которая как раз вот обязанности инвесторов в них выполняет дальше 23 финансовых предприятия которые работают собственно с финансовыми страховыми вкладами и ценными бумагами там Минфин китайское мастерство финансов в роли инвестора выступает потом три предприятия в области культуры телевидения издательства еще что-то и три административных предприятия это управление железными дорогами почта Китая Чайнопост и Чайно-Табак госкомпания двойного подчинения табаком занимающийся вот в них тоже соответственно Минфин инвестирует да вот еще по конкретным предприятиям интересно что к двойному подчинению Чайно-Телеком относятся и Чайно-Юни-Ком Телеком соответственно с сетями с интернетом связаны Чайно-Юни-Ком это одна из двух один из двух операторов сотовой связи ну как вот у нас Билайна МТС а второй вот Чайно-Мобайл его почему-то в этом списке нету не знаю как он полностью государственный или нет ну вот так вот происходит или по-моему по-моему там должно быть все равно госучастие но надо смотреть вот просто но такой факт что вот один из операторов сотовой связи он тоже вот в таком двойном учреждении находится следующий вопрос очень интересный задает Светлана Чурякова отдельный привет Светлане китайцы по складу характера ума сильно отличаются от русских здравствуйте Светлана довольно сильно в последнее время глобализация происходит определенная таких различий все меньше но это все равно другая цивилизация там с отдельной письменностью совершенно не знаю едят палочками еще я вот палочки впервые например в руки взял на студенчестве я тоже был 2000 какой второй год можно сказать юношей призывного возраста вот ну и кому когда из родни не рассказывал первые вопросы были а когда они например все это отменят там нормально есть там нормально писать у китайцев соответственно к внешнему миру такие же встречные вопросы вот но это все равно как-то в жизни внедряется и у них там например набор буквами на клавиатуре и у нас палочки но все равно до такого полного единения и это вот ну как бы базовые вещи всем очевидны не считая там мировоззренческой разницы а в чем вообще разница вот по мировоззрению в чем ее можно увидеть ну китайская цивилизация вот помимо того что старая она еще традиционно рисосеющая то что еще исследователи рисовым менталитетом называют то есть это все как у них происходили общественные работы для того чтобы создать поле необходимо было насыпать дамбу выровнять поле залить ее определенным слоем воды то есть чтобы воды было не больше иначе не сгниет не взойдут победы и не меньше потому что засохнет и будет расти это все еще тысячи лет требовало ну невозможно было вести индивидуально такое хозяйство поэтому вот у них во-первых очень развит коллективизм он даже не обязательно это ни коммунизм ни социализм но на навыки общественной работы и не знаю 10 человек вокруг спичного коробка собрать они по этому поводу не ропщат и активно в таких вещах участвуют ну причем даже не только китайцы это и корейцы касается вьетнонцев и японцев ну вот в отличии есть определенные отличия от нас ну и то что климат был более теплым у них вот эти несколько урожая в год нету перерывов на зиму соответственно больше привычка работать постоянно то чтобы у нас сочли переработками изнурениями у них ну в целом восточной Азии к этому отношению попроще с другой стороны опять же не значит что все они такие всегда в любых обстоятельствах можно ленивого ленивого китайца который все спустя рукава делает нелюдимого не знаю я встречал таких но вот если о них как об обществе говорить когда их довольно много собирается как они ведут дела то да больше исключения да ну склонно действовать коллективно выкладываться даже не знаю имитация бурной деятельности то у нас тоже происходит но вот будут стремиться да показать что рукава выкладывается ну и плюс да тот момент из-за аэрографической письменности этим влиянием объясняют то что они например склонны запоминать зрительно и стараться копировать воспроизвести вот такой момент опять же у них были да чем они гордятся это четыре великих изобретения компас бумага порох еще какой-то четвертый сейчас не вспомню прорывных но вот не помню сейчас не буду врать но вот даже к изобретениям они как приходили тем что старались скопировать какие-то явления в природе найти осмыслить конечно но у них наука немножко своим путем шло опять же до сих пор есть китайская медицина то что мало боролся с предрассудками старался старую культуру уничтожить вот китайская медицина там с ее плотными полыми органами энергии ци точками она до сих пор существует она всеми китайцами признается вот эти не знаю какая-нибудь чешуя панголинов там лапы медведей все верят очень активно лечится готовы больших денег отдавать помогает при хронических заболеваниях говорят помогает ну собственно даже наши люди сейчас едет лечиться есть уже русские врачи традиционной медицины мне иголки ставили иголковые не знаю я позитивный эффект на себе ощущал но это просто про отличие своя медицинская система календарь свой они до сих пор главный такой праздник то есть годы они сейчас считают все равно по нашей системе а такой для китайской души главный праздник это все равно праздник весны китайский новый год соответственно свое летоисчисление у них продолжают проект календари на двух языках подписанные вот что можно сказать о мировоззрении а по китайскому календарю какой год он не привязан там 60-летние циклы сейчас год мыши начался соответственно старт нового 60-летнего цикла там 12 животных 5 цветов вот они сменяют друг друга количественная да 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 можно вплоть до минус бесконечности этого вести ну вот оборотной стороной этого опять же является китайский национализм но здесь как с любыми другими национализмами сейчас он просто подкреплен мощью экономической всем в 1900 году трагичные формы были когда боксерское восстание китайцы бросили конечно курить опиум еще слабы были и неприятие запада выразили депо трамвайное разгромили кого поймали убили западная непонятная штука скорее всего демонами какими-то управляемыми ездить надо уничтожить вот тогда их дирижавы западные разбили ну как мировоззрение свое все о чем я говорил оно остается да и может формы как позитивные принимать так и негативные но очень хорошо опять же что идет обмен культурный и китайцы соответственно ну компартия даже из этого сделала выводы определенные на вот этом крайний национализм отвергла в самых пещерных таких проявлениях а открытость сначала от советского союза очень много принимали потом ко всему миру сейчас вот сезенпин о единой судьбе человечества говорить границы стираются потихоньку но родимые пятна остаются и детские это очень долго будем еще но тут как раз продолжение вопроса от Светланы насколько распространено марксистское мировоззрение в Китае и в каких формах марксистское мировоззрение здесь вот с учетом вышесказанного опять же сам маркс он об Азии писал не так много капитал писал находясь в Англии там капитализм развивался а всего остального он касался как периферии во первых вот соответственно в Россию книги Маркса не сразу попали там с определенным лагом когда были переведены еще позже еще позже начали внедряться вот а в Китае этот процесс еще более замедлился но начался даже мало не первым марксистом был и не первым даже главой КПК вот там поэтому школ вариантов понимания марксизма их тоже несколько существовало там до глубокого укоренения например когда у нас развод был в отношении с Китаем и Мао критиковали за то что он анархист стихийный крестьянский бунтарь вот это вот все то есть ну были проблемы и с языком связанные и с адаптацией потому что они искали параллели у себя в культуре в традиционной ну кстати не без успеха кое-где находили затем в 90-е годы вот этот 80-е с либеральным поворотом такой откат начался что марксизм вроде как символы такие что-то да такое отжившее партийное и Си Цзиньпин вот наоборот начал опять усиливать роль пропаганды изучение о самом Марксе вот даже там аниме вот сняли такое что простенькое но для всех доступно есть партийная учеба например эту систему никто не отменял вот тоже товарищ Дмитрий Соседов есть такое в Шархае даже пары политобразования просвещал посещал вот там где был говорит довольно критично относится не то чтобы на высоком уровне преподают ну не знаю возможно где как вот опять же есть старший коллега Шэн Шэлян работник агентства Синьхуа товарищи общались на сочинском форуме и там был американский профессор и вот Шэн Шэлян когда с американцем дискутировал все тоже из истории ВКПБ даже приводил примеры там Каменьеви и Зиновьеви рассуждал то есть у них вот это по крайней мере у старого поколения школы поставлено вот этого и сейчас возрождается вот что можно сказать ну усиливается роль партизма ну и еще такой момент кстати интересный подход что да не говорят о классиках Маркса Ангельса Ленина но все равно упор делается больше даже не на труды классические а например не существует полного собрания сочинений мало в Китае изданного самое полное это токийское издание в Японии соответственно а партия ну и вообще люди даже и партийные работники многие вот знакомы с красной книжкой с выдержкой цитат по определенным поводам и то же самое Си Цзиньпин вот Си Цзиньпин он книги издает но больше сейчас такие цитаты подписочки в интернете вот то есть они больше делают упор на какие-то конкретные моменты чем на изучение трудов и основ вот задает вопрос Алексей Шмыков считает ли КПК своих миллионеров капиталистами как борются с ними здравствуйте Алексей тут что можно сказать в Китае не все миллионеры например они все китайские но не все КПКшные в 90-е они опять же разрешили бизнесменам участвовать в ну состоять в партии там как же в стое формулируется что допускается членство партии прогрессивных членов социальных групп которые не являются рабочими или крестьянами вот и если выявлено что тот или иной бизнесмен прогрессивный значит пожалуйста вступай и вот довольно много вступило и вот мы видели там Джека Ма высказывание про то что если человек не готов по системе 969 работать то я бы его к себе не взял его даже по моему не практиковали показательно на собраниях вот допомнишь что это за 9 часов по шедни в неделю нарушение даже официального китайского трудового законодательства но правда потом тоже заявлял что надо будет прийти к обществу в Китае то ли 2 часа то ли 3 работа не скоро и не то что у него на предприятиях вот это такая двоякая позиция ну и противоречия противоречия да ну и партия то есть он каких-то полезных вещей для него делает вот с ним мирятся есть например бизнесмены и миллионеры которые в партии не состоят и если не нарушают закон то их и не трогают но есть еще опять такой же момент важный что партиец он может занимать должность важную государственную и бизнеса никакого официально не вести но через него проходит он утверждает решение от которых сделки зависят какая-то экономическая активность на огромные астрономические суммы и часто получается ну это фактически порождает его интерес в коррупции во взятках он определенное решение либо дает ход либо не дает и соответственно может наживать на этом себе состояние и как раз вот внутри партийная борьба борьба с коррупцией то о чем говорят как о борьбе разных кланов об усилении чиновников тех или иных мне кажется что она как раз прежде всего объясняется борьбой с буржуазностью потому что не знаю нельзя сказать что кто в комсомоле работал те все как-то больше за США и против Си Цзиньпина при том что сам Си Цзиньпин и в комсомоле состоял и на каких-то комсомольских деятельностях в свое время работал соответственно по другим группам так не разделить но вот в разных самых слоях КПК во всех регионах на всех должностях человек оказывается перед выбором брать взятки или не брать брать их со сделанного например или брать за не сделанное в ручном режиме как мне кажется китайское руководство оно для себя какой-то идеал проведения сформулировало и вот если ты ему следуешь лояльности ну и они кстати действительно тот же Си Цзиньпин в показательной роскоши так и не замечен вот он старается в такие моменты соблюдать и в незаконной экономической активности по-моему сложно что-то предъявить вот и они сейчас как сейчас с 15-го года активно взялись и вот эта антикоррупционная борьба она прежде всего борьба с буржуазностью с тем чтобы следить за соблюдением чиновников общественных интересов а не собственных и там суммы есть они прописаны в законодательстве но не обязательно даже нет такого что если человек нажим миллион он капиталист и с ним надо как-то расправляться а если меньше то все позволяется вот прежде всего борьба с миллион как буржуазностью как явление следующий вопрос задает Алексей Вахтин можете прокомментировать про города призраки и построенные и незаселенные кварталы чья это ошибка государства или капиталистов приветствую Алексей вот что можно сказать здесь это значит не ошибка потому что государство плановые показатели по жилью видит построенному по данному эксплуатации капиталисты получают прибыль от постройки от продажи соответственно вроде бы это и не ошибка даже никакая и всем хорошо но возник такой феномен что огромные кварталы и пригород по моему Ордос широко известный во внутренней Монголии они стоят построены там туда транспорт может какой-то ходить коммунальная инфраструктура поддерживается но там не живет никто и последнюю статистику которую я видел 40 миллионов квартир незаселенных довольно давно к 19 съезду такое то есть грубо говоря третье население России например можно продать и в самом Китае не сказать чтобы у всех условия жилищные но вот это они построены и более того они даже куплены а почему так происходит это получается проблема не государства не капиталистов а капитализма самого как уклада потому что квартиры из своего прямого назначения как пространство для жизни они превратились в товар средства для инвестиций у людей появляются свободные какие-то деньги они покупают квартиру в надежде чтобы сдать чтобы не перепродать не получается сдать но все равно как бы есть карман не тянет и вот так строится Си Цзиньпин опять же лично об этом говорил помню что квартира говорит это не товар но закон стоимости вот он такой что его даже компартия Китая не может отменить он действует объективно с этим пытаются бороться какими методами но государство покупает раздает бюджетникам военнослужащим было такое что часть этих городов призраков просто временной лаг проходит прежде чем заселяется когда в 2013 я был в городе вишу на западе страны там в 2010 за 3 года до этого получается землетрясение большое случилось и много домов разрушилось вот за эти 3 года возвели действительно кварталы целые живые на первых этажах магазины и все и вот я когда приезжал там да не души в них все новенько не тронуто и ходишь как по такому городу призраку а в 2015 году уже заехали но все равно вот эти действительно огромное количество квартир по некоторым данным мы считаем миллионами оно не заселено вопрос вот есть вот эти кварталы есть целые города можно сказать призраки которые не заселены там было какое-то стратегическое планирование для чего они то есть там есть какое-то производство или понятно что если нет производства какого-то градообразующего предприятия то и жить то и жить там никто не будет зачем жить там где нет работы нет а тут как сказать я не вспомню сейчас ни одного такого города призрака который именно городом был в полноценном этом смысле чтобы где-то отдельно это вот пригороды удаленные районы агломерации больших там есть в самих городах получается в которых эти пригороды и заводы и транспорт протянутый вот это не проблема еще раз повторюсь что там это жилье например не раскуплено это вот как в Ардосе оно действительно кому-то принадлежит у них собственник есть который сам где-то живет то есть это не безысходные скажем так люди не люди безвыходных ситуациях просто его покупают про запас чтобы чем-то заниматься чтобы где-то деньги лежали вот вот вложение да 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 это не города из которых кто-то уехал ну да это понятно то есть это вот построенные невостребованные такие да да есть опять же такая проблема что люди уезжают там из западных районов из северных то есть то что было раньше деление восток запад сейчас больше на север юг смещается с севера едут на запад готовы это жилье арендовать на едут из сельской местности в города работать вот у таких людей у мигрантов какую-то тоже площадь может проставить но это не призраки это как бы то что везде происходит более-менее а у китая да то есть государству даже хорошо на самом деле от этого плановые показатели позволяют выполнять если есть жилье там по загрузке предприятий по стройматериалам по доставке это же все тоже в плане отражается покупают вот вроде всем и хорошо но наглядный вот пример как вот с эпидемией обсуждали что фактически капиталистический уклад приводит таким исходом так вот эти града призраки ну и как раз кстати интересный вопрос от Станислава Витевского сказавшиеся капиталистические кризисы на экономике Китая так как часть экономики работает по капиталистическому укладу здравствуйте Станислав действительно сказываются и более того работают по капиталистическому укладу часть экономики Ну, которые непосредственно капиталистические предприятия, частные предприятия, а влияние оказывают абсолютно на все, потому что там даже, не знаю, предприятия, которые полностью государственные, они завязаны в эти цепочки, которые ведут к производству продукции на экспорт в зарубежные страны. И, соответственно, даже если в самом Китае все хорошо, за рубежом начался финансовый кризис, там упала покупательная способность, и это таким образом эффект по всей экономике. Не знаю, народно-освободительная армия даже, которая никак вроде не занята, и на ней может сказаться в итоге такое падение. Ну, азиатский финансовый кризис 1997 года, который потом тоже по цепочке кризиса 1998 к дефолту у нас привел, он, например, на Китае меньше сказался, потому что страна тогда еще не в ВТО была, и меньше от рынка зависела, и там даже китайцы для стабилизации валюты делали, валют азиатских стран. А уже 2008-2009 года, как раз вот сейчас паника из-за коронавируса, из-за эпидемии, но была статистика по экспорту, по динамике роста ВВП, и вот атипичная пневмония, например, в 2003 году она тоже ударила, но на кварту, скажем, раз, грубо говоря. А в 2008-2009 там было заметное падение и по экспорту, и по темпам роста, по размеру, везде такое длительное, довольно сильное падение. Ну, с другой стороны, например, у себя, когда в 2015 году у них там фондовых рынков падение было, благодаря вот тому, как раз, что государство стратегически важные отрасли контролирует экономики, что народный банк у них подчиняется правительству непосредственно, не как у нас, например, сделано, что у нас типа независимый, и с ним ничем нельзя поделать. Они это очень сильно отыграли, и, например, у себя такого не допустили. Заключительный вопрос, которым можно поставить точку в сегодняшней нашей беседе. Когда Китай перейдет к первой фазе коммунизма? Вопрос задает Клим Ворошилов. О! Когда? Здравствуйте, товарищ Ворошилов. Ну, хороший вопрос на самом деле, потому что все предыдущие тоже так или иначе касались соотношения коммунизма, капитализма. Ну, здесь что можно сказать? Во-первых, сама Китайская партия в своих уставных документах, она не оперирует такими категориями, дословно. Но, скорее всего, они действительно признают, что социализм – это первая фаза коммунизма, коммунизм в невыраженном виде. Но, кстати, вот не знаю, как у них точность эта формулировка, но, по крайней мере, не используют в тех документах, которые я видел. У них есть цель, на последнем съезде выдвинутая, к 2050 году превратиться в развитую социалистическую державу. Вот так они это формулируют. Там есть параметры конкретные, но, опять же, среди них, по-моему, нет полного избавления от собственности на средства производства, поэтому не исключение. Ну, то есть, вот к 2050 году точно не произойдет. Там доживем, посмотрим. Ну, что тут еще важно сказать? У китайцев, как мы видели, все равно роль государства, роль коммунистической партии остается. Коммунистическая партия, несмотря на все сложности, она все-таки понятию коммунистической соответствует. Но противоречия-то, они никуда не исчезают. Есть борьба внутри партии, есть борьба партии с внепартийными силами, есть борьба, наконец, Китая и окружающих государств. Поэтому успешно ли они будут достигать своих целей, как будут продвигаться достижения коммунизма. Есть вот такие факторы внезапные, как те же самые эпидемии, которые очень сильно сказываются на всем, на экономике, на социальной жизни. Так, ну, загадывать рано. Ну, не раньше 2050-го. Спасибо большое за беседу. Хочу добавить, что если вам понравилась встреча, понравились ответы Павлу, в группе Рабочая партия России Екатеринбург, в обсуждениях вы можете продолжать оставлять свои вопросы Павлу. И я думаю, что эта встреча не последняя. Мы встретимся еще раз. Спасибо, Павел. Спасибо большое. Даже если не понравилось, тоже пишите, конечно. Ставьте дизлайки, конструктивную критику. Всегда приветствуем. Будем дальше анализировать, разбираться. Что-то мне действительно не приятно. Так что спасибо большое за подводы в ваших вещах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Сынкndр «Ав歌» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дианодж bundle «Симон» Продолжение следует...